Далёки. Здравствуйте, в эфире новости в студии Максим Старпов. И вначале коротко о главных темах выпуска. Хорошо детей не было утром, это случилось. Днём ребятишки бегают, внучка и тут подруги. Спаслись только чудом. В Ханске бетонная стена рухнула на гараж и раздавила машину. Это свинство, свиньи были. Разве этот человек сделает такое? Мусорные берега. Красноярцы превратили остров отдыха в стихийную свалку. Я мужчина, чуть не плачу, каждый день хожу между ними. Мёда не будет. На пасеках в Боготольском районе внезапно погибли тысячи пчёл. Это у нас такое коронное блюдо, можно сказать, визитная карточка чеченской кухни. В новой и самой вкусной серии проекта «Наше лето» расскажем о знаменитой чеченской кухне. Хотелось бы, чтобы здесь действительно появилось что-то особенное, такое домашнее, тёплое, потому что и в честь Николаевки, поскольку и не зря проспект носит её. Подсолнухи, сосны и ели. На Николаевском проспекте запустили проект необычного благоустройства. Гараж в Дребезге, машина в смятку. В Каннске стена аварийного здания рухнула прямо во двор частного дома. Тяжёлые плиты упали на хозяйственные постройки и раздавили автомобиль. Жильцы не пострадали только чудом. Наш СОПКОР на востоке края Анастасия Мосина побывала на месте происшествия. Валерий до сих пор в шоке и не может понять, как такое случилось. Утром пенсионер, как всегда, вышел во двор. Дальше страшный грохот и облако пыли. Мужчина подбежал к гаражу, а его машина в смятку. Прямо на участок рухнул старый автобусный бокс, который стоял по соседству. Весной его начали разбирать. Баланы сдёрнули краном. И они на стену прислонились к сиде. Напор был страшный. Сколько им говорили, уберите, уберите. Шлакоблоки, а сверху бетонные переклыки. И всё полетело сюда. Вся стена. Бетонной стеной придавила не только автомобиль. Под завалами и пристройки к гаражу. Здесь была мастерская и сарай, в котором внуки оставляли велосипеды. Только чудом никто не пострадал. Супруга была в огороде, а дети ещё спали. Было в огороде треск. Треск, треск, треск. Ну и подходим, всё лежит уже. Всё на машинах. С пор руки трясутся. Хорошо детей не было. Утром это случилось. Днём ребятишки бегают, внучка и тут подруги. На место происшествия тут же приехали представители ПТП. Именно им принадлежит рухнувшее здание. Говорят, его уже лет 15 никто не использовал. Хотели разобрать, но из-за непогоды работы пришлось приостановить. А вот такая картина с другой стороны гаража. Вот те самые стропила, под тяжестью которых и рухнула бетонная стена. Мы видим, что аварийный бокс уже был практически полностью разобран. К делу уже подключилась полиция. Автотранспортное предприятие своей вины не признаёт. И почему-то отказывается помочь людям достать из-под завалов машину. В ПТП настаивают, что стена могла рухнуть из-за сильного ливня, который прошёл накануне. Ущерб будет устанавливаться в соответствии с тем, как захочет собственник. Он наймёт экспертов, мы наймём экспертов, заключим договора. И, соответственно, там уже будем смотреть по техническим экспертизам, насколько кто здесь за справку, насколько кто виноват. Как бы то ни было, пострадавшие пенсионеры намерены обращаться в суд. И уже там добиваться возмещения материального ущерба. Анастасия Мосина, Александр Шумилин, Енисей, Новости. В Красноярском Студгородке после ливня размыло ещё один склон. Случилось это неподалёку от домов на Второе Городное, где в прошлом году из-за сползающей парковки пришлось вводить режим ЧАЭС. Огромная яма появилась под лестницей, по которой жители спускаются к пешеходному переходу. Земля здесь осыпается, а сам провал глубиной уже почти полтора метра. Завтра на место приедут специалисты управления дорог и благоустройства. Они обследуют территорию и решат, какие здесь нужно провести восстановительные работы. Последствия ливня в некоторых частях Красноярска устраняют до сих пор. За сутки с дорог откачали больше трёх с половиной тысяч кубометров воды. Город просто не справился с большим объёмом осадков. Многие улицы за какие-то минуты превратились в бурные реки, а машины глохли прямо на проезжей части. На откачку вывели больше десятка единиц техники. В первую очередь работали там, где нет ливнёвок и собираются самые большие лужи. Да, получили немножечко дискомфорта. Ну что теперь, помаленьку будем развивать дальше ливнёвки и так далее. Но в один момент не надо ждать чудес, что пройдёт ливень штормовой, и у нас мы будем вот так стоять. Ну не надо себя в этом плане обманывать. Коммунальная служба, все работают. Красноярский остров отдыха превращается в большую свалку. Огромные кучи мусора там можно найти почти под каждым деревом. И как это не прискорбно, виноваты сами жители. Кто должен следить за порядком и почему на острове нельзя установить контейнеры для отходов? Все подробности у Екатерины Любим. Это свинство, свиньи были. Разве этот человек сделает такое? Глядя на весь этот мусор, у пенсионера Анатолия Николаевича сердце кровью обливается. Любимый остров отдыха на глазах превращается в большую свалку. Повсюду пластиковая посуда, стеклянные бутылки, одним словом, остатки пикника. Мужчина живет здесь неподалеку и каждый вечер выходит с супругой прогуляться вдоль берега. Попутно собирают мусор. За полторы минуты полный пакет. Ой, вот рядом красота. И вот когда-то все смазывает. И мне приятно. Вот болит душа и все. Мы с супругой это постоянно переживаем. Убирали, тут было чисто. Но потом не стали успевать. Пакеты с мусором здесь на острове отдыха можно найти почти под каждым деревом. Вот, например, здесь отдыхающие оставили целый походный набор. Здесь и пустые бутылки, и коробки из-под сока, а из воды вообще торчит арбуз. Мы здесь очень часто гуляем. И на самом деле, мне кажется, этот мусор по большей части из воды остался, принесенный. Но есть и люди оставляют. Это тоже такое есть, согласна. Я даже иногда здесь беру пакеты, убираю и складываю, уношу. Мусором остров отдыха зарастает каждое лето. Контейнеров под отходы здесь нет. В мэрии говорят, чтобы их установить, нужно соблюсти санитарные требования. Например, оборудовать специальные площадки. Пока такой возможности нет. Пожаловаться на стихийные свалки можно в администрацию центрального района. Там должны найти виновника, чтобы заставить его убрать все за свой счет. Но такие поиски практически никогда не дают результата. Тогда мусор вывозят за счет городского бюджета. Объем средств в рамках этого контракта ограничен. Поэтому жителей призываем все-таки ответственно относиться к утилизации бытового мусора, который они часто оставляют на местах своего отдыха. И все-таки утилизировать его в предназначенных для этого местах. В мэрии отмечают только за первое полугодие. Из центрального района подрядчики вывезли 365 кубометров мусора. Это больше полусотни камазов. Страшно представить, сколько грузовиков заполнят в конце лета. Екатерина Любима, Александр Ольхов, Енисей. Новости. Ушел на речку и не вернулся. В Курагинском районе вот уже третий день ищут 7-летнего мальчика. Он отправился с друзьями купаться в протоку Сеговая. Позже к детям присоединились и взрослые. Один из мужчин перенес ребенка с берега на островок, где вся компания продолжила отдых. Через какое-то время родные заметили, что мальчик исчез. На поиски, по словам волонтеров, бросился дядя, но тоже пропал. Рано утром его тело обнаружили на 5-метровой глубине. А вот мальчика до сих пор не нашли. Сейчас спасатели, добровольцы и жители обследуют реку. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Всплеск заболеваемости ковидом в Железногорске. Там зарегистрировано 117 новых случаев, 25 в Зеленогорске. Данные закрытых городов, я напомню, не попадают в общую статистику. Но число заразившихся растет по всему краю. За последние сутки 385 новых пациентов. И это очередной антирекорд. Больше всего инфицированных в Красноярске 81 человек. В Малахтинском районе 32, в Богучанском 28, в Каннске 20. На лечении в больницах почти 5000 жителей края. Выписаны 112, скончались 11. Под наблюдением на дому больше 36,5 тысяч контактных лиц. За сутки к ним добавились 3794 человека. И сразу после новостей смотрите программу интервью «Ус на связи». Главной темой беседы на этот раз стал, конечно же, ковид. Губернатор прокомментировал ситуацию с дефицитом кислорода в больницах, сложности с прививками и не исключил ужесточение новых ограничений. Александр Рус поделился, что начал ревакцинацию от коронавируса и призвал не бояться уколов. Также с главой региона обсудили ремонт дорог, переход частного сектора с печного отопления на электрическое. Полную версию интервью смотрите в 21.05 и в полночь. А пока небольшой фрагмент беседы. В прошлом году первая и вторая волна специалистами медуниверситета была прорисована прямо. И она оказалась, вот эта схема, совпадающая с реальностью. Сегодня они говорят, что пик наступит через 20 дней. Но это только прогнозы. Мы не знаем, как реальная ситуация будет развиваться. Напомню, что в каждой программе мы отвечаем на вопросы жителей края. Их можно присылать по электронной почте вопрос собака-енесей.тв, а также через специальную кнопку на главной странице нашего сайта. К другим темам. Больше тысячи пчел буквально за сутки погибли в Боготольском районе. Пасечники с ужасом осматривают ульи. Для них потерять столько насекомых, да еще и в разгар сезона, настоящая трагедия. Светлана Саенко, наш сопкор на западе края, выясняла причины мора. Вот она, по всей траве вот. И где полно. И так каждый улей. Каждый улей так. И чтобы не больше, где меньше. Вместо привычного гула на пасеке мертвая тишина. Еще несколько дней назад здесь летали тысячи пчел. Подойти к ульям без специальных костюмов было невозможно. Сегодня картина печальная. Все вокруг усыпано погибшими пчелами. Они, смотрю, вываливаются с ульи, вываливаются вот на траву сюда. Конечно, жалко. Я мужчина, чуть не плачу, каждый день хожу между ними. 40 ульев почти пусты. Пасечники в ужасе подсчитывают ущерб. В этом сезоне меда точно не будет. Пчел на пасеке осталось примерно 20% из 100. В улей сейчас находятся молодые особи и защитники. Под удар попали рабочие пчелки, которые и приносят нектар с полей. Без них семейству просто не выжить. Люди рассказывают, все началось накануне. Пчелы начали вести себя странно. Падали одна за другой. Пасечники уверены, всему виной химикаты, которыми обрабатывали соседние поля. Этот яд поражает нервную систему пчел. Они начинают прилетать, падать, крутиться вокруг себя и умирают заживо, можно сказать. Для многих пчелы были единственным источником дохода. А сейчас, чтобы восстановить былое, надо брать кредит. Но как его выплачивать? Дочка учится в медицинском. Да, это вот как бы я только за счет этого и учу. Потому что 205 тысяч в год я не могу на только заплатить за учебу. Она мне платно учится. А на этом основании, может, и... Мне государство вводило средства. Я взял средства под пчеловодство, приобрел улья. Еще фактически я за него не отчитался. Я вообще с ума схожу. Я не знаю, что теперь мне делать. Агрономы признают, обработка проводилась, когда рапс уже зацвел. И пчелы действительно могли отравиться пестицидами. Но есть в этом и вина самих пасечников. Мы в этом году использовали химию, что и в прошлом году. В прошлом году погибших пчел не было. Тут в данной ситуации, я думаю, ошибка была в том, что мы не знали, где находились сами пасеки. К нам в этом году никто из пчеловодов не подошел, не поговорил с нами, не предупредил о том, что у него пасека стоит поблизости к рапсу. Ветеринары уже обследовали территории, собрали мертвых насекомых и в ближайшее время передадут в Красноярскую лабораторию, чтобы выяснить, почему они погибли. А пасечники обратились в прокуратуру с коллективным письмом. И хоть пчел уже не вернуть, люди надеются хотя бы на компенсацию. Светлана Саенко, Дмитрий Шевцов, Енисей. Новости. Сибирские подсолнухи по соседству с соснами, детские городки и открытый бассейн. Далее расскажем о двух масштабных проектах по благоустройству в Красноярске. Зеленогорские напитки «Зелен». Цените каждый момент наступившего лета. Для прогулок и посиделок. Для дневной жары и вечерней прохлады. Для друзей и близких. Зеленогорская безалкогольная от завода «Зелен». Повод утолить жажду. Спрашивайте в магазинах города и края. Товарищ, слушай и запоминай. Мебель, доступную каждому. На Калинино 43 покупай. Весь ассортимент не перечесть. Цена минимальна. А это нужно учесть. Все купи на Калинино 43. Мы продлили акцию «Дачное время для вас». Теперь весь июль в клинике «Варикоза.нет» оперирующие хирурги ведут приемы всего за тысячу рублей. Звоните и записывайтесь. 205-45-01. От мух «Мухаяр». В Краевой больнице завершили проверку совершенно дикого случая с пациентом, который ушел из приемного отделения. Через два дня его нашли мертвым в овраге неподалеком. Как пояснили врачи, дедушку с подозрением на ковид к ним привезли на скорой. После осмотра фельдшер попытался связаться с родными мужчинами по телефону, который был указан в сопроводительном листе. Но ответившие на звонок люди сказали, что такого человека они не знают. Миссионеру предложили госпитализацию, но тот, несмотря на уговоры, отказался и ушел. По словам медиков, оснований удерживать человека у них просто не было. Впрочем, родственники с такими выводами проверки не согласны. Они уверены, что оставляли правильный номер и уже написали заявление в прокуратуру. Четыре человека погибли на трассе Красноярск-Кемерово, а на речке Чулым задержали рыбаков, которые сетями ловили осетров. Об этом и не только в блоке коротких новостей. Четверо жителей Шарыпова погибли в ДТП между Красноярском и Кемерово. Легковушка столкнулась с огромной фурой и вылетела с трассы. Водители троего пассажиров скончались на месте. По предварительной версии, иномарка выехала на встречную полосу. 21 стерлядь и осетра выловили рыбаки на реке Чулым в Берелюстском районе. Мужчины расставили сети, но инспекторы рыбоохраны заметили подозрительную моторную лодку и задержали нарушителей. Рыбачить таким способом в этом месте запрещено. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Максимальное наказание – лишение свободы на пять лет. Красноярские школы побили рекорд предыдущих лет по количеству сдавших ЕГЭ на максимальную оценку. 62 выпускника получили 100 баллов по литературе, 46 – по русскому языку. Три человека отличились по биологии. А ученица 143-й школы набрала максимальный балл сразу по трем предметам. Сибирские подсолнухи по соседству с елями и соснами. На Николаевском проспекте Александр Рус запустил проект необычного благоустройства. Там уже высадили 14 тысяч крупномеров и кустарников. А сейчас делают цветники из многолетников и обустраивают газоны. Сибирскую ель сегодня посадил и глава региона. Деревья должны занять все пространственное поле по обеим сторонам проспекта. И уже к концу лета у съезда с 4-го моста будет особая атмосфера. Хотелось бы, чтобы здесь действительно появилось что-то особенное, такое домашнее, теплое. Потому что и в честь Николаевки, поскольку не зря проспект носит ее имя, но и многие из наших городских жителей все-таки имеют сельские корни. Да и традиции такие есть на самом деле. Поэтому что-то такое действительно с сельскими акцентами, теплое, домашнее, может быть, у нас и появится. Приживутся в этом месте подсолнухи или нет, пока неизвестно. Но если эксперимент удастся, то эти солнечные цветы отлично впишутся в концепцию дизайнеров. Закончить очередной этап благоустройства планируют уже к концу лета. Поле, которое за мной, вот мы его назвали губернаторское поле. Мы видим с вами, что губернатор очень пристальное внимание уделяет Николаевке в целом, да, и память о Николаевке. Поэтому мы подумали, что вот эта площадка идеально подходит для такого жанра, как лент-арт, тогда мы можем провести, например, конкурс, привлечь творческие силы и условиям поставить, что тема конкурса – это память о Николаевке. Не узнать, скоро будет и парк «Октябрьский». Так сейчас называется огромный участок с озером на мясокомбинате. Там появится пляжная зона, детские городки и открытый бассейн. Антон Тишаков расскажет подробности. Собой тут сделаем, да, этот сквер, подрастешь лет через несколько, будешь ходить, гордиться. Сергей Еремин обещает, здесь, на Бугаче, появится добротный сквер. Сейчас место выглядит, мягко говоря, непривлекательно. На единственной аллее едва ли наберется десяток лавочек. Освещения, как и детских городков, нет, пляж никак не обустроен. Парк недавно передали городу, и пока здесь успели только избавиться от мусора. Но люди все равно любят это место и приходят, просто больше некуда. С детьми мы постоянно здесь гуляем. Нравится сейчас то, что начали убирать. До этого очень много мусора было. Мы здесь очень близко живем, поэтому нам удобно. И когда жарко, очень удобно. Ну и когда, в любая погода, в принципе, мы в любом случае сюда идем. Здесь живем давно, и как бы, каким он был, и сейчас стал гораздо лучше. Каждый день мы здесь гуляем. Много очень мамочек. Большая территория, очень много деревьев, классное озеро. И хотелось бы, чтобы место становилось только красивее. Территория огромная, больше шести гектаров. Уже есть планы, как все изменится. Появятся лавочки, фонари, асфальтированные дорожки и экотропинки. Пляж отсыпят песком, поставят шезлонги, кабинки для переодевания, туалеты и волейбольную площадку. Купаться в самом озере нельзя, запрещает Роспотребнадзор. Везде есть знаки, поэтому здесь построят открытый бассейн. Здесь мы можем и позагорать, может быть, в дальнейшем покупаться и погрузиться в природную красоту. В этом и есть уникальность. Можно и от жары укрыться в естественные тени, и на пляже позагорать. А еще здесь будет очень много локаций, и как спортивного назначения, так и детского. Парк с такими возможностями будет привлекать жителей всего города. У меня логика очень простая. Вот это должно быть настоящим нашим городским достоянием. Мы должны хранить, мы его никому не должны отдать. Вот это всегда, мне надо сделать так, чтобы это навсегда осталось парковой зоной. Поэтому только помаленьку благоустройство, благоустройство, причесывание и так далее. Начнется благоустройство в этом году. Первым делом займутся центральные аллеи. Но полностью место преобразится за пять лет. Антон Тишаков, Иван Дорофеев, Енисей, Новости. Это очень вкусно. В новой серии проекта «Наше лето» рецепты национальных чеченских блюд. Золотодобывающая компания «Дживи Гол» приглашает на работу водителей и машинистов горной техники. Вахта – комфортные условия проживания и достойное вознаграждение. «ФМ-клиник» – медицинский центр для детей и взрослых. Прием ведут кандидаты наук врачи высшей категории. Операции на лор-органах, молочной железе, удалению новообразований кожи. Современные методы, в том числе эндоскопические. Уже через два часа после операции вы сможете отправиться домой. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Товарищ, слушай и запоминай. Мебель, доступную каждому, на Калинина 43 покупай. Весь ассортимент не перечесть. Цена минимальна, а это нужно учесть. Все купи на Калинина 43. И я, Игорь Митетин, практикующий хирург-онколог. Меня беспокоит, что в последние годы рак молочной железы сильно помолодел. Порядите бесплатное обследование в поликлинике. Раннее выявление болезни помогает избежать серьезных последствий. Лечебно-диагностический корпус в Ирбейском районе строят с опережением графика. Как там продвигаются работы, проверил депутат Госдумы Юрий Швыткин. История этого здания непростая. Его начали возводить еще несколько десятилетий назад. Но стройка остановилась. В 2017 году к народному избраннику обратились местные жители. Они попросили возобновить работы на объекте. Но сделать это удалось только в 2020 в рамках краевой программы развития материально-технической базы здравоохранения. По графику закончить строительство нового корпуса должны уже в 2022 году. Это востребованный объект для всего населения. Сам по себе название лечебно-диагностический. Здесь будет проводиться и диагностика, и лечение. И по линии хирургии, и по линии гинекологии, и по линии родильной составляющей. Это для населения очень важно. Сегодняшняя ситуация в Ирбейском районе, на мой взгляд, в хорошем смысле этого слова, она как раз показательна в части реализации национальных проектов. В честь Дня семьи, любви и верности у городских часов подняли флаг Красноярска. В торжественной церемонии приняли участие молодожены. Они расписались как раз сегодня. И, конечно, пары, которые в браке уже много лет и очень счастливы. Купим торт, чай, соберемся всей семьей, соберемся вечерком и отметим этот праздник. Чтобы будущее поколение переняло у нас эстафету, вот так можно сказать. Вот даже мне представить трудно, если бы, например, муж, куда-то бы вот что-то с ним случилось. Я даже не представляю, когда он заболел, мне было очень тяжело. Поэтому вот до конца надо всю свою жизнь посвятить друг другу. А прямо сейчас проект «Наше лето» из Чечни. В новой и самой вкусной серии автор Полина Каминская расскажет о национальной кухне и даже попробует приготовить коронное блюдо чеченцев – жижик-галнаш. Смотрите, что у нее получилось. Грозная столица еды. На Кавказе сытно, вкусно, ароматно, разнообразно и очень полезно. Другие широты, климат и традиции возделывания земли дарят местным жителям не только цветущие яркими розами и лилеями улицы и аллеи, но и первые урожаи – алычи, абрикосов, черешни, малины и прочих вкусностей уже в конце июня. Найти все это наверняка можно на рынке, подумали мы и отправились туда первым делом. В Грозном есть несколько базарчиков и центральный называется «Беркат». Выглядит просто, обычные ряды палаток, но цены на фрукты и ягоды приятные. А почему такая баночка? 150. Чуть дешевле 100 рублей за такую же 750-миллилитровую банку стоят красная смородина и земляника, малина – 80 рублей. Но мне захотелось чего-то новенького. Это ягода, похожая на маленькую гроздь винограда – тутовник. Белый – более пресный, но полезнее черного, из-за сильнейшего антиоксиданта – ресвератола. А еще сок белой шелковицы – это второе название ягоды, легко оттирая следы от черной. Поверьте, этот лайфхак вам пригодится. Тутовник растет повсюду, особенно много его на экскурсионном маршруте в Аргунском ущелье. Между прочим, ягода – отличный перекус перед обедом в ресторанчике близ Нехалойских водопадов. Я думаю, что мы сделаем микс, так как, в принципе, шашлык – это кавказское блюдо. Возьмем один шашлык из говядины. Из национальных мы возьмем, наверное, чепалгаш – это пшеничная лепешка с творогом, луком зеленым и топленым маслом. А еще мы возьмем форель, потому что форель местная, вкусная, на натуральных кормах и вот в такой красоте выросшая. Важный момент. В выходные из-за большого наплыва туристов и отдыхающих ждать обеда из двух-трех блюд придется около часа. Учитывайте это и используйте время с умом. Пройдитесь по окрестностям. Как раз нагуляете аппетит. Так что и без того вкусная форель из местной реки покажется просто невероятной. Тоже можно сказать и про шашлык. Чеченцы-мусульмане и свинину не едят, зато говядину умеют готовить, как никто другой. Мясо сочное, а с местными приправами пальчики оближешь. Но больше всего мне понравился местный хлеб на сыворотке. Хьёк хам то берам. Или пешка. Чапалгаш. Похоже на ситинский короб, но взрослый подружинок. Нежнейший, вкуснейший. Ароматный. Однако главным национальным блюдом в Чечне считается жижик-галнаш. Готовят его в каждом доме и в каждом ресторане. Кстати, по желанию могут научить и вас в ходе мастер-класса. Надо ли говорить, что мы согласились с радостью. Это у нас такое коронное блюдо, можно сказать, визитная карточка чеченской кухни. Оно переводится? В переводе мясо с галушками. Уже звучит уже вкусно, мне нравится. Готово готовить. Для жижик-галнаш нам понадобится мясо, лук, чеснок, картофель для лукового соуса, мука для галушек. А дальше всё просто. Отвариваем крепкий бульон из мяса с косточкой, на нём же замешиваем тесто для галушек. Раскатываем, нарезаем полосками и скручиваем пальцами. Сразу скажу, с длинными ногтями готовить это блюдо сложно. Зато я смогла удивить бывалого повара. Ну, галушки у нас получились огромными. Блюдо-сибирский размах. Да-да. Далее готовим соусы. Первый состоит из тёртого чеснока и бульона. Сюда же пойдёт сушёный чабрец. Без него не обходится ни одно местное блюдо. Второй соус состоит из толчёного картофеля, припущенного с топлёным маслом и жареным полукольцами луком. Итог. Ароматный и вкусный жижик-галнаш мы приготовили примерно за час. Как уверяют чеченцы, несмотря на наличие теста, это блюдо диетическое. От него не потолстеешь ни за что, а сил прибавятся. И они очень пригодятся нам завтра для путешествия в соседнюю республику. О чём я расскажу в следующей серии проекта «Наше лето». Полина Каминская, Дмитрий Гемченко, Енисей. Новости. К этой минуте у меня все сообщения. Если у вас есть свои новости, вопросы и предложения, обязательно звоните телефон редакции 236-0136. В студии был Максим Сарпов. До новых встреч. Продолжение следует... В северной группе районов Красноярского края облачно, в Енисейске с прояснениями. На части территории пройдут дожди. Ночная температура плюс 10, плюс 12. Днём плюс 22, плюс 23 градуса. В восточной части региона облачно с прояснениями. В Тосеево пройдёт небольшой дождь. Ночью до плюс 10 градусов. Днём плюс 22, плюс 23. В центральных районах Красноярского края малооблачно, повсеместно дожди. Ночью до плюс 11 градусов. Дневная температура до плюс 24. В западной группе ожидается переменная облачность. Местами пройдут дожди. Ночная температура плюс 8, плюс 13. В светлое время суток до плюс 23 градусов. На юге Красноярского края небольшая облачность, без осадков. Ночью до плюс 11. Днём плюс 21, плюс 24 градуса. В Красноярске 9 июля облачно с прояснениями, без осадков. В тёмное время суток до плюс 12. Днём до плюс 23 градусов. Ветер западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 735 миллиметров ртутного столба. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова